Этой проблемной собаке срочно нужен дом. Лишь Сессеру Милану по плечу эта задача. Как я всегда говорю, я занимаюсь реабилитацией собак и обучением людей. Из сотен любителей собак, желающих её приютить, мы готовы взять собаку. Отобрано три претендента, которые пройдут через испытания. Лишь один из них идеально подойдёт этой собаке. Способны ли вы стать мужиком в стае? Сессер Милан, вожак стаи, друг для Амиго. Борзая – охотничья порода собак, которую отвергают, если они не приносят пользы. Большинство этих собак забирают из лучших побуждений, часто не встречаясь с ними заранее. Иногда это приводит к серьёзным проблемам. Это история борзой, которой необходимо найти дом. Амиго – борзая, которая попала в приют животные в беде. Борзые нередко страдают из-за того, что больше не нужны. Их бросают или убивают самыми дешёвыми и жестокими способами. Амиго чуть не стал такой жертвой. Его и другую борзую взяли из приюта через интернет. Я взяла двух собак из Испании – Ниньо и Амиго. До этого я никогда с ними не встречался. Когда Амиго прибыл, Аня не смогла с ним совладать. Он укусил щенка десяти недель от рода. Я сказала, боже, у нас появилась и собака, и проблема. Амиго укусил моего сына за ногу, когда не смог дотянуться до другой собаки. Агрессия Амиго направлена на собак. Но он может накинуться на любого, кто попытается остановить его. Каждый раз Аня надевает на него намордник, когда выгуливает, чтобы защитить себя, других людей и собак. Стремление Амиго к охоте настолько сильное, что он ищет собак для атаки, как только выходит из дому. Он попадает в зону риска. Он становится очень агрессивным. У Ани нет выбора. Она возвращает Амиго в приют. Если приют его не примет, Амиго придется усыпить. Я был в шоке, когда узнал, что Амиго вернут в Испанию из-за того, что он ведет себя агрессивно с другими собаками. Когда собака демонстрирует такую агрессию, становится почти невозможным найти ей хозяина. Из-за такой проблемы с Амиго приходится внимательнее присматриваться к хозяевам. Надо быть уверенным, что человек действительно подходит собаке. Думаю, Сесора тыщет для Амиго подходящего человека. Если проблемы Амиго не решатся, он может провести всю жизнь в приюте. Пап, что делаешь? Я нашел для себя кое-что совершенно новое. Возможность выбрать собаку через интернет. Напоминает свидание вслепую. Это большой риск. Да. А вот и следующая собака. Скоро вернусь. До встречи, Сэм. Привет. Как поживаешь? Привет, неплохо. Сесор Милан. Питер, рад встрече. Итак, что у нас, Питер? У нас борзая, которую взяли в Голландии, но вернули обратно с намордником. Почему? Он нападает на других собак даже на поводке. Все так плохо? Насколько плохо от нуля до десяти? Где-то восемь. Даже так? Он становится сумасшедшим. Ладно, давай посмотрим. Как зовут Амиго? Амиго. Мне нравится окрас, красивый. Борзые, собаки для выслеживания. Они преследуют все, что попадает в их поле зрения. Это их охотничья черта. Амиго мягкий, но проблема в том, что когда он на поводке, то нападает на других собак. Просто не управляем. Ну ладно, пойдем. Немного пообщаемся. Сессору необходимо оценить и окончательно свести на нет агрессию Амиго, чтобы ни один человек или животные не пострадали от него. Он всегда так ходит? Всегда так осматривается? Да, когда он пересекается с другой собакой, просто сходит с ума. Ясно. Он напал на щенка. Схватил его, чтобы убить? Да. Значит, в нем живет хищник? Да. Я хочу это увидеть. Я хотел проверить реакцию Амиго на проходящую мимо собаку. Хочу сам в этом убедиться. Дела идут не очень хорошо. Дело не только во взгляде. Его грудь стала вздыматься, шея раздулась, уши стали торчком. Типичное поведение борзой. Градус агрессии может внезапно подскочить от нуля до шестидесяти. Питер позволил Амиго максимально возбудиться, чтобы они смогли увидеть пик его агрессивного состояния. Не подходите. Он стремительно превращается в агрессивного пса. В таком состоянии собака становится по-настоящему смертельным оружием. Он собирается нападать. Сейчас точно укусит. Когда я удерживаю собаку, всегда смотрю на ее напряженность. В ее мозге война, в моем мир. Но нужно, чтобы моя мирная энергия была такой же сильной, как ее энергия войны. Уши должны опуститься. Если он рванет вперед, надо его удержать. Не следует дожидаться десятого уровня агрессии. Я хочу увидеть, как долго они будут раззадоривать друг друга. Так мы поймем, какой именно человек ему нужен. Конечно. Нужен человек, который исправит его поведение, чтобы собака поняла, он не позволит мне зайти слишком далеко. Сесар спокоен. Он передает собаке позитивную энергию. А ведь он видит пса впервые. Не могу дождаться, когда увижу его в стае. Поведение в стае может объяснить, почему этот парень стал таким агрессивным. Работа в стае на поводке всегда эффективнее. Сесар всегда может положиться на стаю при работе с неуравновешенными или агрессивными собаками. Моя стая покажет, насколько серьезна проблема этой собаки и следует ли ей доверять. Так, выпустим его погулять. Пусть чувствует себя как дома. Надо быть очень осторожным. Даже такая покладистая собака, как моя, может его убить. Пусть чувствует... Прекрасно. Стая как бы говорит... Мы знаем, что этот парень не уверен, но нам все равно, что происходит. Стая просто преследовала его, потому что они видели, что он слаб. Он не сдвинется, пока вся стая не подойдет к нему и не обнюхает. Чем больше времени он проводит в центре, тем больше уважения он показывает. Амиго быстро подхватывает ритм стаи. Они все счастливые собаки. Никакого напряжения, никаких нервов. Такой собакой должна быть. У вас отличная стая, Сессер. Видишь, как ведет себя стая? Да. Это очень важно. Когда приходишь к людям домой, ждешь у двери, пока собака от тебя не отходит. Я сниму попадок? Да. Готов. Им не следует знать, что их отпускают с поводка. Во многих случаях проблема не в агрессивности собаки, а в ее возбуждении. Она намерена встретиться с другой собакой, но находится на поводке, и ее возбуждение связано с тем, как поводок натянут. Именно. И это сочетание действительно смертоносное. Пара секунд и все. Да. Посмотри на него. Видишь, как они помогают друг другу? Настоящая стая. Самая лучшая для этого работа в стае, без нее реабилитация невозможна. И никто не лает мне. Это только начало, потому что он пришел с неправильным настроением. Моя работа в том, чтобы дать им понять, он изменит свой настрой, ему только нужен шанс. Вот так. С помощью стаи Сессер задал Амиго новое направление. Иногда становится не по себе, когда видишь поведение собаки, но когда наблюдаешь за ней в стае, замечаешь, что она становится самой собой. Здорово. Отлично. Будто у себя дома. Да. Кто-то назовет это чудом, кто-то скажет, что это невозможно. Но мы не сделали с Амиго ничего особенного, только показали ему иное чувство дома, иную энергию, иную стаю. Вот и все. Но сейчас хочется найти человека, который стал бы хозяином этой собаки. Теперь Сессер убедился, что агрессия Амиго можно управлять и контролировать ее, но только с правильным наставником. На мой взгляд, дело сделано. Теперь уже нет той агрессивной собаки, что была раньше. Завтра мы встретимся с тремя кандидатами. Амиго. Да. Ну что, ты как, впечатлен? У тебя слезы? Нет, мне понравилось. Понравилось? Я расчувствовался что-то. Хорошо. Эмоции меня одолели, потому что то, что я видел, было прекрасно. Мне хочется плакать, когда я вижу счастливых собак. Ну вот, посмотри на него, никаких поводков. Да, без привязи. Вот так. Сессер уже дал оценку Амиго, теперь предстоит реабилитация. И есть хорошие новости. Пришло время найти подходящего кандидата, чтобы направлять Амиго в правильное русло и дать ему дом. У каждого свое поле битвы, мое поле образования. Чем больше я занимаюсь образованием людей, тем больше собак спасаю. Я хочу обучать навыкам совместимости и всем приютам и организациям нужно знать. Кто подойдет для этой собаки, чтобы нести нужную энергию? Пора встретиться с кандидатами. Привет! Как дела? Хорошо, хорошо. Всем доброго утра, я Сессер Милон, рад встрече с вами. Доброе утро. Хочу поблагодарить вас, что пришли за собаками. Во всем мире миллионы собак нуждаются в доме, и наша цель – дать всем знать об этом и найти хозяина для собаки по имени Амиго. Без необходимого лидера собаки могут стать бродячими, приобрести плохие привычки, если их никто не направит в нужное русло. Амиго нуждается в сильном лиде. Представьтесь, пожалуйста. Начнем с вас. Меня зовут Дагмар, мне 33 года, и это мой жених Даниэль. Жених? Мы собираемся пожениться в следующем году. Поздравляю. Спасибо. Что насчет вас? Расскажите немного о себе. Меня зовут Аня, я мать этих девочек. Это Тамара, это Лаура. Я замужем уже 30 лет, моему мужу пришлось остаться дома, он работает. А вы чем занимаетесь? У меня свои лошади, собака Херби. Так. Мне приходится совмещать это с дневной работой. Ясно. А вы? А я работаю с отцом, у меня тоже есть лошадь, и когда я не занята дома с Херби, то нахожусь с ней. А вы чем занимаетесь? Привет, я Сивилио, мне 28 лет, живу в Амстердаме. Я бизнес-аналитик по профессии. В качестве хобби работаю туристическим гидом. Прекрасно, мне нравится. Сегодня у нас трое участников, но только один из вас уйдет домой, с Амиго. Только один из вас может быть вожаком для Амиго. Ну что ж. Давайте познакомимся с Амиго. Увидимся. Так как Амиго проявлял агрессию к другим собакам... Хорошо. Встреча кандидатов с ним может стать испытанием. Это моя любимая часть. Аня и ее дочери, Тамара и Лаура, живут на ферме в Нидерландах. У них большой опыт общения с животными. Особенно с лошадьми. Первая лошадь появилась у нас 11 лет назад. Год спустя ей понравилась другая лошадь, и мы ее купили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!